Привет, друзья! Сегодня у нас распаковка квадрокоптера, который мы купили для нашей компании. Ну, у меня предоставилась такая возможность, почему бы не записать обзор, распаковку, вообще рассказать, что это за квадрокоптер. Ну и, конечно, когда снимем кадры, вот завтра поедем на объект, я покажу кадры с этого квадрокоптера. Сейчас это топовая модель Mavic Air, ну, это бюджетная топовая модель, так скажем, непрофессиональная, это любительский квадрокоптер. Что мне нравится, что он теперь очень маленький, то есть вы можете брать его очень просто с собой. Смотрите, есть специальная сумка, вот она, и вот здесь вот этот квадрокоптер, сейчас мы с вами его разберем. По упаковке посмотрим, вот у нас белого цвета, бывает красный, бывает черный, то есть на ваше усмотрение. По стоимости тоже сориентирую, сейчас, подождите, посмотрю. Ну, 53 800, ну, цены разные, я сейчас смотрю в сети рынке, 62 он уже стоит. То есть цены варьируются, там плюс-минус 10 тысяч, ну, вот брали за 53 тысячи. Характеристики вы сами можете посмотреть в интернете, то есть количество мониторов здесь 4, пропеллеров 4, iOS 9 поддерживается, GLONASS, GPS, Wi-Fi, все это есть. Объем перерывной памяти 8 гигабайт. Камера здесь очень хорошая, Full HD качество снимает 30 кадров в секунду, также может 4К. Ну, вот да, 4К это максимально, что она может. К ней, конечно, нужна флэха. Флэшку взяли в Samsung на 128 гигабайт. По стоимости около 2 тысяч, также взяли дополнительно батарею. Батарея около 7 тысяч, это вторая. В комплекте она вторая не идет, своя родная есть, но мы взяли дополнительно, чтобы было удобно на объекте, когда находишь, сразу можно было просто поменять. Флэшку взяли с запасом, обычно хватает 64 гигабайта. Вот у меня в экшн-камере, которая стоит, там 64, вообще вот хватает. А здесь на 20 минут записи, да, вот насколько хватает батареи, ну плюс вторая, это 40 минут. Ну, 128 это с сильным-сильным запасом. Также, смотрите, радио здесь, свои пульты управления 4 километра. Время от батареи 21 минута. То есть, здесь, ну, характеристики, все это, конечно, вы можете найти. Так, я вот не вижу, сколько он может летать. В режиме спорт разгоняется до 68,4 километра в час. Максимальная дистанция полета 10 тысяч метров при скорости 25 километров в час. То есть, это такая игрушка уже, я бы сказал, на грани профессиональной. То есть, с ней очень много можно что сделать. Итак, давайте я сначала, вот он сам лежит. И давайте посмотрим еще, что здесь в коробке есть. Ну, здесь инструкция, это понятно. Далее, открываем или достаем. Здесь у нас находятся лопасти. Сейчас мы его будем собирать, я вам его подпишу. То есть, вот лопасти, это не лопасти, это предохранители для лопасти. То есть, лопасти, они здесь находятся, прямо в нем сразу же они прикреплены. А это предохранители, чтобы они не ломали. Сейчас мы с вами будем его собирать и посмотрим. Здесь зарядка для, как раз для аккумулятора. И все, в принципе, здесь ничего такого особенного-то уже и нету. Конечно же, я забыл совсем. Пульт. Вот, пульт, который мы будем управлять. Здесь вставляется телефон, это антенны. То есть, мы его вот так вот открываем. Здесь рычажки, мы их достаем и вкручиваем непосредственно вот сюда, вот в управление. То есть, достаем. Ну, все, вот, в принципе, вот так вот. Здесь вставляется телефон. Сейчас тоже все посмотрим. Так, давайте вот так вот сделаем. Ну, и все, коробка теперь пустая. То есть, вот такая маленькая. Давайте теперь, к чему мы и вообще записываем это видео, откроем наш Mavic. Вот он, маленький шмель, так скажем. Коробку убираем. Вот и все, вот он. Его можно спокойно брать, возить с собой на пикники и там его запускать. Давайте теперь его откроем. Что нужно сделать? Итак, сначала нужно задние лопасти нам открыть. То есть, они открываются вот так. Вниз, вниз тянется и открывается. А передние просто тянутся вот так вот, в одну сторону. Ну, все, в принципе, вот такое. Сейчас, надо для значка сделать картинку. Дальше, что мы делаем? Теперь нужна непосредственно вот эта сама защита. Берем. Соединяем вместе. Так. Одну сторону собираем и вторую тоже. Вот. И теперь здесь есть защелки, как раз которыми мы будем одевать на наши пропеллеры. То есть, открываем и вот так вот снизу, снизу вот так вот одеваем. А, да. Обязательно. На задних ножках есть еще вот так вот дополнительные, видите? Все, вот так. Рабочее положение. И только тогда начинаем. Вот. Одеваем. Так, здесь одели. Теперь заднюю. И точно так же с левой частью тоже здесь отщелкиваем. Здесь одеваем. И защелкиваем. Так же и заднюю ножку. Ну все, в принципе. Убираем ограничитель с камеры. И к полету, в принципе, он готов. Что здесь интересно? Можем проверить заряд аккумулятора. То есть, один раз нажимаем вот на эту кнопку. Видите? Три из четырех. То есть, в принципе, заряжен, но лучше, когда вы направляетесь в поля, сразу зарядить его до максимума. Так же мы можем проверить и здесь, на самом пульте. Тоже есть кнопка. Вот. Один раз нажимаем. Две точки из четырех. Тоже нужно будет его зарядить. Так. Заряд мы проверили. Вообще, очень много сейчас на рынке квадрокоптеров. Вот на самом деле. Есть и за четыре тысячи. Есть за пять. Есть за пятьдесят. Есть за сто. За сто пятьдесят. Глаза разбегаются. Нужно, конечно, смотреть по бюджету. И по тем возможностям, которые есть. Ну, этот квадрокоптер чем? Он маленький, миниатюрный. Его удобно таскать. И плюс у него дистанция есть хорошая. Потому что объекты большие. И нужно, чтобы они хорошо в кадр попадали. Для управления данным дроном мы используем приложение DJI GO 4. Вот оно у меня синенькое. То есть нажимаем. Скачивайте его. Он есть и под iOS. Есть и под Android. То есть скачивайте. Вот оно запустилось. Необходимо, конечно, лучше сделать себе здесь аккаунт. Так, здесь есть видеоинструкция. Давайте пойдемте запускать его. Используем пульт. И подключаем здесь телефон. Видим изображение. Кросс-камеры. Ого! Включился! Полетели! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, полетал. Сами видели. Очень интересная штука, кстати. Рекомендую. Хотя бы раз у кого-нибудь взять. Попользоваться. Необычное ощущение. Конечно, еще надо учиться им управлять. Видели влево, вправо, вверх, вниз. Все можно им делать. Это топовая модель. Прикольно, что есть функционал. Даже если есть препятствие, она будет от него. Ну как бы не пойдет в препятствие. Облетит или остановится. Но завтра все потестируем. Так что вот такой обзор. Кому понравилось, конечно, приобретайте себе. Ссылка будет данный дрон в описании. С вами был сегодня Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока.